Всем доброго дня, с вами Павел Георгиев, это видеоблог Георгиев Трэвел. Ну вот и подошли окончательные дни в этой вилле на Шри-Ланке. Сейчас мы уезжаем уже домой в Россию на вывозном рейсе. Так что смотрите этот выпуск обязательно до конца, ставьте свои лайки, не забудьте подписаться на канал. Вас впереди ждет увлекательная история по нашему возвращению в Россию. Друзья, доброе утро. Мы уже проснулись, собираемся раннее утро. Мы уже проснулись, конечно, чуть пораньше. Время 7 утра, 8 часов утра по местному времени мы хотим выехать из нашей Дель-Авиллы и уже направиться, конечно, в аэропорт. До аэропорта нам ехать примерно 4 часа, потому что платные дороги все закрыты, поэтому поедем по обычным. По дороге расскажу, сколько стоили билеты, как все происходило, что нужно для того, чтобы передвигаться по острову, потому что здесь комендантский час между всеми районами. Что предстоит нам? Соответственно, нам предстоит перелет по маршруту Коломбо-Санкт-Петербург-Москва, потому что такой был поставлен рейс, он был через Мальдивы, да, Мальдивы прилетают сюда и так далее, мы летим дальше. Это вывозной рейс, который платный, как многие подумали, наверное, что он бесплатный, но далеко нет. А сколько он стоит, как это все обстояло, я вам расскажу по дороге. Сейчас надо начинать собираться, потому что время у нас уже поджимает, дети еще спят, надо приготовить завтрак, дособирать свои вещи, что-то погладить и отправляться. Погодка у нас, правда, шепчет, но говорят, что в дорогу дождь хорошая примета. Окей. Ну все, отправляемся в аэропорт Коломбо. Вы готовы? Да. Пока, Лукас, пока. Вам понравилось здесь, в этом отеле? Да, я хочу здесь еще пожить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok По дороге постараемся что-то показать, как здесь все нужно преодолеть, потому что все дороги закрыты, стоят полицейские, но, в общем, следите за нами, оставляйте свои комментарии, что вы думаете на тему наших видео. Мы обязательно надеваем наши маски, потому что сейчас будет много контрольных пунктов, и это обязательно условие находиться в маске, пусть даже и в машине, пусть даже и своей семьей. Море сегодня вообще было неспокойной ночью, прям шум моря был, даже нас вилли слышно, а это, говорю, в километре от моря, ну и сейчас тоже волны. Первый кордон мы преодолели очень быстро, потому что все достаточно безопасно, я думаю, что будет гораздо сложнее в Коломбо, я думаю, там будет проверка на проверке, Коломбо закрыта, не открывается от комендантского часа, там больше всего случаев по коронавирусу, поэтому думаю, там вот и будет вся проверочка. А здесь едем, едем спокойно, опять вспоминаем, да, Соня, вспоминаем, как мы здесь были, ехали, да. Кстати, приехали сюда, было все солнечное, яркое, да, обратно возвращаемся, немножко пасмурно, но в этом есть тоже своя прелесть, посмотреть Шри-Ланку не только в таком курортном, картиночном варианте, но и, соответственно, вот в таком обыденном. Ну вот сейчас нас проверяют документы, я говорил, здесь будет все сложнее. Ну вот я вам как и говорил, здесь уже все по-серьезски, вот мы въезжаем на территорию Бентоты, здесь уже стоят полиция, проверяют документы, проверяют на каком основании мы едем. У нас есть документ от посольства, который мы, соответственно, показали, в нем указано, что мы имеем право поехать в аэропорт. Кстати, друзья, давайте теперь поговорим уже о том, сколько стоит вывозной рейс. Во-первых, у многих бытуало мнение такое, что вывозные рейсы, они бесплатные абсолютно, за них не надо платить, государство платит это деньги, а абсолютно, друзья, это не так. Наши билеты вывозные составили 147 тысяч, и сейчас вот можете посмотреть на этот скрин, этот чек в качестве доказательства, поэтому даже не переживайте. Сколько стоили наши билеты сюда? Друзья, они стоили в два раза дешевле, и вот следующий скрин это подтверждает. Так что вот такая тема с вывозными рейсами, поэтому они были платные, как все это происходило, мы зарегистрирулись на сайте госуслуг. Далее после регистрации мы ожидали поставленный рейс, далее был поставлен рейс, на госуслугах мы выбрали свой номер рейса, сделали предварительную регистрацию на сайте. Через несколько дней нам поступило на почту письмо от авиакомпании Аэрофлот, Россия, да? И мы, соответственно, там произвели оплату, сразу была ссылка на онлайн оплату, где она составляла 147 тысяч, все как положено, с багажом там и так далее. Мы произвели оплату, получили билеты, правда не сразу, мы позвонили в Аэрофлот, нам скинули авиабилеты, и после этого нам посольство скинуло документы пропуска на передвижение по острову Шри-Ланка. И вот таким образом мы сейчас с вами направляемся в аэропорт Колумба. Ну вообще, возврат домой, конечно, всегда такое приятное занятие, едешь, классное настроение, ну и просто прикольно, да, что мы уже засиделись столько времени на одном месте, а сейчас двигаемся, это, конечно, самое лучшее. Вот это мы еще не встречали. Соня говорит, такой огромный, говорит, больше нашего папы. Вот еще видите, да, то есть таких постов очень много, очень много, но в основном они работают, кстати, на юг, когда кто едет, всех останавливают, а вот на выезд очень-очень редко. Вот видите, сейчас проезжаем с вами, и нас никто не останавливает. Ну вот мы сейчас в Колумба заезжаем, здесь все немножко посложнее, посерьезнее. В общем, здесь у нас проверяют только маска, чтобы была, документы даже не проверяют. Ну вот, мы в Колумба. Что-то у нас дорога получилась гораздо быстрее, чем мы планировали, навигатор показывал. Друзья, у нас очень много времени осталось до вылета, и поэтому я решил сделать то, чего не сделал ранее, но в одном из выпусков я обещал. Сейчас мы зайдем в те отели, в которых мы жили, отели Kingsbury и отели Gale Face. Я хочу их вам показать с воздуха, потому что мне кажется, это прикольные варианты, если бы вы остались в Колумба. Очень хорошее размещение, классные виды, так что отправляемся прямо туда. Вот, дорогие друзья, мы с вами приехали к одному из отелей, называется Face Gale. Он в колониальном стиле, очень классный такой отель, мы в нем проживали буквально недавно, каких-то 7 лет назад. Прикольно там на территории, сейчас постараемся взлететь на дроне, вам все показать, поэтому посмотрите, пожалуйста, этот прекрасный вид. И местоположение очень хорошее, есть центр города, такой, скажем, исторический центр города. Все рядом, близко, интересно вечером погулять. Не совсем это, конечно, пляжная история здесь, даже сказал бы, вообще не пляжная история, но с точки зрения атмосферы города, это классное место. Друзья, ну вот так выглядит отель Face Gale, как вы поняли, да. Конечно, раньше ему было немножко все поинтереснее смотрелось, здесь смотрю, сейчас какой-то порт насыпну, или еще какую-то историю делать, не понимаю. Сейчас двигаемся к отелю Kingsbury, здесь вообще какой-то прям реально порт вокруг, раньше такого здесь не было. И что классного в этом отеле нам понравилось, там есть номера с панорамной стеной, стеклянной, и вид прям на море был офигенный. Сейчас я не знаю, какой вид, посмотрите. Вот мы подъезжаем к отелю Kingsbury, и здесь везде песок, порт, краны, я даже не знаю, то есть каким учетом строили этот отель, сейчас он, мне кажется, уже не те позиции занимает. Может, внутри там все так же классно, но вида здесь вообще не стало. Вот, друзья, отель Kingsbury, как раз мы здесь жили, сюда мы приехали в свое свадебное путешествие. Первый день мы провели в этом отеле. Здесь офигенные, смотрите, номера, они полностью, видите, панорамные, открыты. У нас был вот такой номер, не помню, в каком-то этаже, один из верхних. И вот сюда выходил, у него была здесь стена стеклянная, вторая, и сюда на море. Вид, конечно, классный, по отелю вообще прям все супер. Но смотрите, что здесь стало. Здесь было море, а стал порт. Вообще не знаю, как так. Вот это все, конечно, история немножко печальная из-за этого. Но сейчас я вам еще разок его покажу сверху. У нас тут небольшой пикник, мы решили себе его для отеля устроить. Все проголодались, йогурты едим. Кстати, ложки забыли, пришлось сделать из крышек йогурта вот такие ложки. И как вам ложки? Крутые. Крутые ложки? Парни, еще йогурт. Ну вот, друзья, мы сейчас прокатились немного здесь, посмотрели все отели. Кинсбург, конечно, уже совсем не тот самый главный вид, тот исчез. Там было классное море, панорамный вид, а теперь его просто нет. Здесь порт, песок, и смотреть вообще нечего. Единственное, что локация, конечно, классные номера. Ну, конечно, я бы сейчас его не выбрал в отеле. Тот вид, конечно, был самый крутецкий. Это, конечно, уже не то пальто, как говорится. Ну что, продолжаем наше курсирование по городу Колумба. У нас до вылета еще 7 часов. Делать нечего, в аэропорту сидеть тоже не хочется. Поэтому покатаемся, что-нибудь вам, может, еще покажем. Хотя, все закрыто, полиции просто море. Ну, рассказывай что-нибудь им. Папочка, мы еще долго будем ехать, если мы поедем по городу. Давай лучше в аэропорту подойдем, папа. Кстати, вот отель Хилтон здесь есть тоже, такие брендовые отели есть. Вот такие буддистские сооружения по городу. Нет, погулять здесь прикольно. Здесь вот едем по городу, конечно, к пустынному. А вот виднеется телебашня Лотус. Построена в 2018 году, кстати. Мы ее, конечно, не видели, когда здесь были давно, еще в 2013 году. Ну, вот так город. В принципе, похоже все, да, здесь просто максимальная такая концентрация всего. Храмы здесь, дома, магазины. Ну, сейчас, конечно, все закрыто. Все, Колумба потихоньку покидаем. Все равно посмотреть толком не удается. Здесь жует полиция. Понятно, что мы и сами не пойдем эти общественные места. Ну, это как бы глупо, да, и странно. Вот. Поэтому подвигаемся в сторону не гомба, потому что в той части как раз находится аэропорт Барданьяк-Колумба. Аэропорт Колумба. Поэтому прямо сейчас то направляемся ехать нам недолго, всего полчаса. И там уже будем сдавать потихоньку машину и ожидать вылет нашего рейса. И тут забавно, схема такая, когда останавливают. Один стоит с табличкой, говорит, остановитесь. Подъезжаешь ко второму человеку, он проверяет документы. А третий человек стоит тоже на выезде с автоматом. Так что вот такая вот у них система здесь пропуска. Ну, вот мы едем уже в сторону не гомба. Где-то здесь мы тоже когда-то останавливались чуть подальше на пляже. И в таком недорогом отеле. Уже не помню даже, как он назывался. Вон, какой красивый ветряка и сразу море, да. А вот кордоны на каждом мосту, углу, в общем, все серьезно. Я видел очень много кого-то. Вон, смотри, пеликаны, пеликаны, пеликаны. Вот это да. Смотрите, сколько много пеликанов. Они ходят по воде даже, зрители. Вот едем по деревушке. Тоже одна туристическая вне гомба. Тишина, спокойствие. Никого нет. Море, кстати, с левой стороны там находится. Выехали на платную дорогу, точнее, пока. Нас никто денег не брал. Там стояла полиция, она вообще закрытая. Но нам сказали, что можно по ней ехать. Поэтому мы в аэропорт, и говорят, окей. Можно было дальше проехать, но мы решили попробовать. Нас выпустили на эту большую платную дорогу. Мы, кстати, по этой дороге ехали как раз сюда. Если кто смотрел наши первые выпуски, помнит, да, что мы как раз по такой платной дороге ехали в Коломбо. Просто надо сказать, мы поехали в аэропорт. И сразу выпускают, можно ехать. Ой, его въезжу, вот он. Мы уже почти на территории аэропорта. Заезжаем в аэропорт. Короче, что целая заморочка. Здесь парковки нет. Они нас в аэропорт не хотели пускать. Потом я говорю, ну, я могу вернуться попозже. Они говорят, ладно, заезжай. И все, и я сейчас заехал в аэропорт. Где-нибудь здесь станем. Вон у нас уже самолеты стоят, правда, не наши. Да, вот мы приехали к аэропорту, к самому выходу. Да, я думаю, где-нибудь там встанем. И подождем, потому что там есть парковка. Где как раз вот мы машину забирали. Там мы ее и поставим, и там подождем. Мы решили не идти в аэропорт, чтобы там не дышать, как говорится, всякой заразы. И, в общем, сказали, что отдадим машину в 4 часа. А у нас в 7 вылет, поэтому как раз нормально. Пойдем в аэропорт. Пока здесь стоим, загораем, гуляем. Жара вообще, конечно, стоит. Сдаем машину и перебазируемся в аэропорт. Все, машинка наша уехала. Пока! Ну все, теперь мы пешеходы снова. Скоро будем в амолете. Ну что, дорогие друзья, вот так прошел наш отдых, затянувшись на острове Шри-Ланка. Мы отдохнули, побывали в изоляции, увидели очень много различных бут. Поэтому продолжайте смотреть наши выпуски, посмотрите все выпуски, которые мы для вас создали. Обязательно подпишитесь, поставьте уведомление, колокольчик и сидите за нами. Пап, и ставьте лайки! Да, и ставьте лайки! Ставьте лайки! Ну что, мы продолжаем свой путь, наш путь домой. Это длинный-длинный перелет. Мы идем в аэропорт, проходим контроль. Наше путешествие, приключение, как оказалось, только начинается. В общем, смотрите, смотрите продолжение. Ну все, мы зашли в аэропорт. Здесь у нас с тепловизорами встречают. Мы прошли, все хорошо у нас, не переживайте. Сейчас идем в сам аэропорт на стойке регистрации, будем сдавать багаж. Ну, в общем, вся остальная процедура, как обычно. Если что-то будет новое, я обязательно вам покажу. Наверное, новое из всего этого, что все закрыто. Аэропорт встречает не своим праздником и изобилием товаров, а все закрытое, пустое. Просто как в ангар приехали какой-то. Ну, в общем, друзья, здесь все как обычно. То есть, стойки регистрации. Понятно, что, ну, я так и думал, что никто не будет соблюдать на расстояние, да, там, и так далее. Но это не суть важна сейчас. Смысл в том, что все оплатили билеты в личных кабинетах на авиакомпании Аэрофлот России. В общем, и все. Все стоят на регистрацию, все прошли досмотр. Сейчас сдаем вещи, багаж и, собственно, проходим в стерильную зону для ожидания вылета. Короче, вот у нас проблема возникла. Никого в системе нету, я так понимаю, кто недавно платил билеты. И сейчас мы стоим для того, чтобы, наверное, как-то оказаться в системе. Вот всю эту огромную очередь нам достоять. Ну что, мы продолжаем наш путь по регистрации. Да, марафон, марафон точно. Короче, не все так быстро, не все так просто, но сказали все улетят, не переживайте. Мы стоим, не дергаемся спокойно. Ждем, когда всех в систему заведут, да? Да. Так, ну все, мы билеты получили, паспорта получили. Идем на выход. Прошли пограничный контроль и уже выходим на посадку. У нас выход номер 9. Мы вышли в терминал для ожидания нашего вылета. Пока не вижу наш самолет, но он уже 100% должен был прилететь. Ожидаем остальных пассажиров. Ну и по графику, я думаю, вылетим. Самое забавное, что это, наверное, наш первый аэропорт, где ты не можешь ничего купить и потратить оставшиеся деньги, которые у тебя остались. Это значит лишь то, что скоро мы сюда вернемся. Надеюсь, что не очень скоро. Я тоже, да, думаю, что не в ближайшее время мы что-то отдыхались тут. Так что, а вы, конечно, приезжайте. У нас есть много информации для вас и много видео. Обязательно посмотрите ниже по ссылке. Под этим видео будет уже много выпусков, более 10. После досмотра, все, мы идем на посадку. У нас вот зашли специалисты, которые все меряют температуру. Это наша первая посадка. Она стояла в Санкт-Петербурге. Дали нам всего один час, и мы уже в Москве. Как видите, все меряют температуру. Здесь сразу обращу особое внимание, что нам всем померили температуру. И ни у кого температура, естественно, не была обнаружена. Вот мы прилетели в Москву. Мы уже прилетели. И вот она, вершительница судеб. Этот врач, который мы так и не нашли по итогу. Она из-за одного градуса повышенной температуры запихала мою жену, нашу маму, на длительную историю, которую, возможно, вы уже прочитали, знаете. Оно уже, слава богу, закончилось. Но я думаю, здесь будет понятно, как она началась. О том, как нашу Надю упекли в больницу. Ну, вот так нас встречает Москва. Куча персонала в белом, как видите. Вот такая история. Заполняем документы на документы. В общем, вот так нас оставили здесь жены, мамы. Оторвали грудного ребенка. Им отправились одни домой. На долгий-долгий карантин и разбуку более чем месяц. Ну что, у нас наступил тот самый день. Прошел уже целый месяц. И мы пошли за Надей. И это тот день, когда мы первый раз вышли на улицу после прилета нашего из Шуванки. И мы можем их перекутать. Это твои... Лися, что делаешь? Смотри, еще один планчик. Смотри, еще один планчик. Да, да, да. Поехали. Давай, сейчас, да. Пошли. Пошли. Успеем. Ну что, этот день настал? Ну что, нет, что? Пойдем к маме! Семен, ты рад, что к маме идем? Лиз, мы за мамой пошли? Ура! Мамка сейчас тут другу. Так, на дорогу смотрим. Мамка, давай. Мамка, давай. Мамка, давай. Мамка, мамочка, я вас знаю. Мамка, давай. Мамка, давай. Мамка, давай. Мамка, давай. Я сейчас ухожу. Мамка, давай. Пойдем домой, мамка. Эта Надя у нас находится в отеле. Просто после больницы нужно было еще две недели пробыть на самоизоляции одной. Вот мы ее встречаем. Браво, тоже мама. Мамка, браво. Мамка, браво. Мамка, браво. Это просто под Bart. Вот так вот это конец получается. Давайте погаснуть. Мамка, браво. Мама, возьмем домой. Эта память для Автоска. Агаев. Агаев. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok